здравствуйте я приветствую вас на канале ольга санторо с вами как всегда ольга и тема нашего расклада сегодня мужчина в ваших мыслях мужчина в твоей голове как он относится к вам что думает что чувствует что планирует что между вами сейчас и что будет дальше итак мои дорогие давайте начнем и посмотрим для начала мы посмотрим на оракуле и давайте начнем для начала карту бланку женщины вкладываем в колоду в произвольном порядке карту бланку мужчины также в произвольном порядке вкладываем колоду и давайте посмотрим каких энергиях выйдете по отношению друг другу и так мужчина женщина каких энергиях сейчас что между вами как ситуация выглядит сейчас на сегодняшний день такой она будет так женщина мужчина который у нее в мыслях который у нее голове так мужчина вышел а мужчина надежду имеет до что все получится что все будет классно надеяться человек женщина такая хитрая лисичка дал в покое вообще вообще хорошенькая все у нее хорошо итак мои дорогие давайте посмотрим для начала вас на вот как вас показали карты вы сейчас прямо вот в отношении с этим человеком да вы о нем много думаете но по сути находитесь в очень таком спокойном состоянии сейчас идет некий такой момент интригующий очень вероятно что это какая-то завязка или же ситуация между вами не так просто да и вы как-то вот хотите добавить интриги добавить темперамента вот ваше отношение на сегодняшний день может проходить такая ситуация что у вас пока что отношений нет потому что идет момент что ты человек надеется да на то что у вас вот все получится мужчина интересный мужчина очень даже подарок дары природы это туз пентакли это некая такая ситуация что мужчины очень даже хороший ресурс жизненный ресурс энергетический да и это человек действительно может многое привнести в вашу жизнь вы о нем думаете да действительно думаете но ведете себя как лисичка красивая яркая молодая такая вот осторожная которая ступает без единого шороха которая вы знаете как ее может спугнуть буквально буквально треск веточки и вот этот мужчина он очень как-то аккуратен сейчас с вами очень мне проходит что возможно вот это какое-то прямо самое начало только начинается проявление этого человека по отношению к вам или же вот ситуация да когда мужчина хочет вот исправить что-то да что-то изменить к лучшему изменить ваше мнение о нем возможно да как-то вот его переформатировать из какого-то делового в более любовной ну то есть у него какие-то свои надежды вот на вас на общение с вами то есть как там с вами хочет очень поговорить женщина как-то вот спокойствие в таком вот наблюдение вот сказать что вас сейчас что-то вот как-то беспокоит вот в этом человеками как будто бы его просто хотите побольше узнать и вот услышать какую-то возможную перспективу с этим человеком но вот сейчас это вот такой вот момент то есть вы очень аккуратный его очень бдительный вот назвать вас вот таким зайчиком все-таки нет вы вышли лисичка то есть вы очень так контролируете ситуации вы очень такие видите некие подходы к этому человеку и натаптываете свою тропиночку да и здесь конечно я вижу что вам это все очень удается ваши вот эти женские штучки они действительно работают мужчина как-то вот его энергия она очень такая приятная для вас и возможно она вас как-то вот пробуждает как женщину вы чувствуете себя красивой вы чувствуете себя желанной этой ночи мужчиной вот здесь я вижу ярко что мужчина как-то все-таки проявляется и здесь есть момент нравится что вы ему очень нравитесь очень нравитесь я вам даже больше скажу если вы сейчас по карте покоя еще не совсем определились что у вас к этому человеку что там может быть да то есть это как пустая комната пока что не обставлено я так и ваши отношения так вы это сейчас воспринимаете то есть еще нет вот той той какой-то структуры нужной для вас мужчина надеется мужчина очень знаете надеяться и очень даже радуется каким-то вашим встречам и надеяться действительно на интересный путь вместе интересное развитие ваших отношений ну хорошо давайте посмотрим больше что между вами сейчас что между вами сейчас вот вы знаете образовался действительно такой мостик вышла карта мост которая говорит о том что давайте люди могут объединиться и их пути могут объединиться и здесь очень даже может быть романтичная история любви возможно здесь уже есть какое-то начало здесь у кого-то идет именно момент перемены до между вами здесь может быть переписка на расстоянии тоже очень вероятно как вот эти птицы показывает что человек каждому вашему сообщение очень рад здесь конечно не вижу что некий этот мостик он сейчас как в процессе построю построение да как с вашей стороны со стороны мужчин ну хорошо давайте посмотрим больше как вы этого мужчина воспринимаете сейчас каким вы его видите ну вот птицы показывают что есть некий момент сообщений аркан вода показывает что есть момент эмоций приятных чувств и карта единорога вот он особенный этот человек вы чувствуете его особенным он для вас вот не похож на других не похож ни на кого и очень такой человек которому вы хотите по сути поверить которому вы хотите дать шанс ну то и да я вижу что думаете о нем много возможно есть какая-то переписка есть какие-то какой-то вот момент общения он присутствует но давайте посмотрим мужчина как вас воспринимает мужчина вот воздух общение вот вижу что общение если вы знаете но этого настолько мало уже сейчас и так вот как там есть момент возможно никого негодование вот сейчас возможно все не развивается так быстро как хочет этот мужчина возможно у него уже появилось очень много желаний связанных с вами и здесь конечно идет ситуация что человек сейчас возможно уже и недоволен тем какая вот ситуация сейчас ну давайте посмотрим еще да то есть нужно действовать по карте всадник и по карте маг очень активно очень вот я вам скажу что первоначально это человек как будто бы прощупывал почву но то что он узнал о вас то что он увидел его очень приятно удивило и сейчас мужчина вот настроен активно действовать здесь я конечно вижу здесь такую ситуацию как много мыслей много желаний каких-то вот связанных с вами уже сейчас появилась у этого человека и возможно они не дают ему покоя немножечко есть вот этот момент как не могу в как сейчас вот реализовать то что хочу да не могу получить то что хочу вот и вот такая вот ситуация как бы не могу получить сейчас то что хочу возможно у кого-то прямо и карта моста да и и вот здесь такая ситуация как бы не могу получить и птицы то есть общение очень вероятно что здесь кто-то на расстоянии находится то есть для для вас очень этот расклад будет активный или же вот есть некий момент вот этого рубежа то который еще не пройден рубежа в плане доверия рубежа в плане какого-то объяснения до конкретики какой-то то есть здесь нужно как будто бы пройти какой-то рубеж но вообще-то вот мужчина на как вас воспринимать как женщину которую нужно завоевывать здесь как нужно прикладывать вообще максимум усилий все которые есть и все стихи и нам вкладывать для того чтобы вот как-то вам понравится здесь и конечно вижу что мужчина как хочет изменить ваши впечатления о нем да как то что то вот улучшить все-таки хочет человек ну давайте посмотрим дальше вот здесь давайте немножечко больше мужчине посмотрим мужчина вообще что в его жизни сейчас происходит посмотрим вот смотрите какая карта сильная у него вышла врата то есть он готов к перемене он готов какой-то трансформации у него сейчас по сути идет момент прорыва до подъема в общем возможно финансовых делах каких-то вот его карьерных продвижениях и вот как некий врата какие-то возможности у него сейчас буквально открывается жизнь меняется у него сейчас ну хорошо покажи еще нам этого мужчину какую но и вместе с тем есть какой-то холод его жизни здесь очень вероятно что человека ну прямо вот не просто свободен к вам проявляться в общем свободен и вот ему не хватает тепла потому что вот какие-то дела до какие-то документы вот сейчас это возможно стоит как-то вот так важный вопрос его жизни но тем не менее от этого до человек счастливым не становится это тешит его самолюбие его это но вот от этого от этих событий которые вот и в жизни человек счастливым не становится хоть есть моменты продвижения по карьере возможно каких-то много дел по документам на хочется чувств а хочется выхода покоя какого-то знаете отдыха души а вот он вас видит то что ему нужно вот то что стоит теньте энергии которых ему не хватает он видит вас эти энергии земля да все вообще все полностью вы прямо богаты вот этими энергиями которые ему нужны которые он ищет хорошо этот мужчина вот его характер что о его характере скажет оракул давайте посмотрим как оракул видит характер этого человека его в общем гора мощный сильный не ищет легких путей человек у которого очень большие цели и очень такая стремительность вообще амбициозность ему присуща его характер вы знаете не каждый человек сможет достучаться к нему и далеко не каждая женщина может очаровать такого человека очень многие могут сказать что это человек камень что это человек не возмущим что этого человека очень тяжело пробить а вам да этот человек открывается совсем по-другому и здесь я вижу что он такой только для вас сам по себе характер гора мощный сильный да и вот человек который вот вообще вот не уступает возможно очень даже такой упертый характер может быть у человека но очень высокие цели вообще-то по жизни он не ждет какой-то помощи извне он не ждет каких-то чудес он не ждет каких-то вообще знаете небывалых ситуаций что вот он рассчитывает только на себя этот мужчина и до оттого его жизнь немножечко знать как холодная да возможно работа такая деятельность этого мужчины что вот как много именно вот как расчет на себя людей вокруг него много но он как-то рассчитывать все-таки на себя сказать что прям доверяет всем абсолютно не то далеко не рубаха парень этот мужчина знает свой интерес и знает чего он хочет и вот карта показали его очень таким человек камень только для вас открывается по-другому что важная информация вообще об этом мужчине важная информация и здесь волшебный кристалл этот человек станет ценным вашей жизни особенным это далеко не случайное какое-то знакомство вас жизнь будет сталкивать и я вижу что он станет вот таким ценным человеком вашей жизни он умеет ценить то что у него есть и я вижу что вот у этого мужчины у него есть к вам чувство давайте посмотрим вот зададим напрямую вот этот вопрос и спросим у этого мужчины к вам чувство интерес и заинтересованность что у него к вам что этого мужчины вот вообще карты перемешались и здесь я вам скажу что человек сейчас в замешательстве он сейчас в замешательстве что у него к вам у него надежда вы знаете вышла карта замок эта карта дома эта карта которая говорит о неких планах на будущего на будущее очень какие-то фундаментальные у него интерес к вам вообще очень фундаментальный интерес к вам и вы знаете что он возможно даже и сам не ожидал что он прекрасно знает свой характер он прекрасно знает вот он себе что-то решил его очень тяжело убедить к нему очень тяжело найти вообще подход и он сам удивлен что как-то с вами ему так легко что с вами так хорошо и как-то вот его интерес к вам он очень фундаментальный и он знаете я не могу сказать что это человек прямо заглядывает там на десятилетие вперед но он четко ощущает что между вами что-то особенное что между вами вот особенная ситуация особенно и чувство хорошо его вообще отношение к вам он старается логично все знать проанализировать логически все воспринимать как-то вы знаете подобрать правильный ключ к вам то есть здесь ситуация еще не решена и потому я вижу что интерес фундаментальные очень он рассудительно сейчас но вот вообще думает о вас и действовать будет очень рассудительно потому что видел вас как драгоценность как нужно и для себя и сейчас просто подбирает ключ ну да есть момент вы знаете луна у него есть чувство к вам у него есть такое притяжение некие романтичные мысли которые в которых вы в главных ролях на старший аркан луна он показывает человека сейчас вот в таком состоянии уходить в лес и быть на луну до тоскуя и как-то вот сокрушая со своих чувствах или все же бежать к ней у вас с этим человеком отношения могут начать свое очень активное развитие но буквально в ближайшее время то есть если на сегодняшний день это просто вот такой вот момент как бы ну вот сказать на грани ну то есть здесь какое-то начало есть люди как узнают друг друга но вот конкретное развитие может начаться уже вот ближайшее время хорошо давайте посмотрим как он вас видит да как ты воспринимаешь эту женщину какой-то ее видишь какой-то видишь этот человек вы знаете ну вот видит вас женщины которой я действительно имеет выбор и ситуация на сегодняшний день она вот как на развилке будет не будет ваше решение этот мужчина знаете как паучок он хочет вокруг вас буквально свить какую-то вот сеть да какой-то вот сеть какие-то звонки какие-то вот сообщения все время себе напоминать вот буквально вокруг вас кружить я вижу что вот этот паучок он на ближайшее время начнут очень активно действовать то есть от него будет много сообщений много каких-то писем много звонков и это будет уже не только на словах это прямо как выходит в действие уже хорошо как он нас сейчас воспринимает давайте посмотрим но она меня беспокоит сильно беспокоить его этого человека и здесь я вижу вот прямо такое желание страсть интерес огонь по отношению к вам здесь и конечно вижу что он возможно не всем доволен то есть он не недоволен полностью вот ситуации между вами почему но потому что вот этот выбор а но он его пугает он его расстраивает то есть некий тот момент что вы можете изменить свое мнение как-то или ну скажем так какие-то его иллюзии мечты окажутся лишь каким-то иллюзии какой-то да то есть он здесь не очень доволен нынешней ситуации это говорит о том что человек очень активно настроен на перемену какая она для тебя ну вот прямо как на перемену хочу вот вот этого рубежа да хочу вот этот рубеж пройти и очень вероятно что здесь человек хочет с вами разговора вот искреннего разговора искренне какой-то такой встречи и разговора который возможно принесет определенное облегчение облегчить его состояние потому что вы сейчас он какой-то вот взбудораженный буквально обеспокоенный да вот вы его беспокоите хорошо давайте посмотрим еще что он думает о вас сейчас этот мужчина вы как-то приобретаете ценность в жизни этого человека и здесь конечно идет момент что ваше решение он все равно его дождется да то есть он все равно дождется какого-то результата он все равно дождется решение какого-то касаемо ваших отношений здесь смотрите я вижу что человеку он не уступит даже если даже если вы имеете выбор и пожелаете выберите другого человека то То есть он не уступит, он будет вокруг вас, он будет где-то рядом, но он как-то вот с вашего жизненного пути не собирается сходить. Он считает, что вот вы женщина, которая попадает, вот вы как очень редкая, вы очень редкий человек, вы как-то вот сумели к нему подобрать ключик. И он понимает, что вот такая женщина, ну вот, вот встретилась, повезло, а вот не факт, что встретится еще, оттого, знаете, человек как-то вот будет в вашем пространстве и ну вот как-то стараться все-таки пробиться поближе, да, быть где-то с вами поближе. Хорошо, давайте посмотрим еще на этой колоде, что думает о вас мужчина сейчас, что он на вас думает сейчас. О, то у скобков. Но, девочки, думает о том, что он влюблен, и это некий такой момент, в котором он себе уже признался. То есть он признается, что он у вас влюблен, что у него к вам чувства. По девяточке Пентакли ему прямо хочется где-то на ваш порог, в вашу жизнь, в ваше пространство, чтобы вы его подпустили к себе. Вообще видит вас женщиной очень эффектной, очень красивой, элегантной. Для такой, с такой женщиной хочется романтики, с такой женщиной хочется вот какой-то, ну вот красоты, да, вот каких-то красивых свиданий. Вот романтики хочет мужчина с вами. Хорошо, что ты думаешь о ней сейчас. Ну, вы та женщина, которая трансформирует и меняет его жизнь. Этот мужчина думает о том, что, наверное, уже пришла пора, пришла пора менять свою жизнь, пришла пора что-то делать правильно в своей жизни. И здесь, конечно, я бы сказала, что этот человек оборачивается назад и понимает, что вот ему не жаль за прошлым, потому что он в предвкушении счастливого будущего. Что ты думаешь о ней сейчас? Что у вас есть выбор, это его расстраивает. Я вижу, что расстраивает. Я вижу, что вот сейчас ситуация немножечко такая зыбкая. И она может, вот все может пойти не по плану и как-то вот все пойти кувырком. Зыбкая ситуация, нестабильная. Это его беспокоит, это его, возможно, очень даже злит. У нас проходил момент, что каких-то своих, да, желаний он как не может взять то, что хочет, да. Вот такой вот момент. Неуловимая вы, я вижу, да, такая вьюркая рыбка. Такая хитренькая листичка. И вот как ее поймать, и как ее приручить. Здесь не поймать, и здесь приручить нужно. Здесь нужно, знаете, на любовь притянуть женщину. Хорошо, что думаешь о ней сейчас? Что о ней думаешь? Вот планы какие-то строит, я вижу. И как-то он боится ошибиться. Планы строит, потому что вот вы прямо солнце в его холодной жизни. Вот в его холодном таком каком-то. Как была его жизнь какой-то замороженной. А тут вы как солнышко пришли. И вот как-то не хочется предыдущих ошибок делать. Хочется вот сделать все с первого раза, знаете, в чистовик. Хочется вот сделать все правильно и красиво. Что думаешь о ней сейчас? Ну, шикарная женщина. Эффектная, яркая, страстная, интригующая, смелая. И где-то вот просто чертовски хороша. Вот притягательная, соблазнительная женщина. Очень нравитесь этому человеку. Вот не зря вы о нем думаете. Да потому что он о вас думает еще чаще, еще больше. И вы как-то еще, знаете, вот сейчас как... Возможно, ну сказать... Ну, я бы сказала в наблюдении, да. Вот вы сейчас как в наблюдении. Чуть вот веточка шелохнется, да. Я еще могу убежать. Я еще могу свое мнение изменить. Я еще могу ситуацию вот вообще изменить. То есть вы очень хорошо понимаете, что вы сейчас в очень выгодной позиции. И хоть вы об этом человеке очень много думаете, но вы как ему сейчас ничего не должны, да. И есть вот тот момент, что сейчас ситуация такова, что вы как женщина, вы можете ее повернуть, ну, на 180 градусов. И очень где-то выйти все равно для себя в плюсе. А сейчас вот когда присматриваетесь к этому человеку, чем он дышит, что он может, да, какой он есть. Ну, хорошо, давайте посмотрим еще. Этот мужчина, его первоначальное впечатление о вас. Каким оно было? Ну, скажем так, первый взгляд на вас. Как он вас воспринял? И как его мнение изменилось? Как он вас воспринял первоначально? Ничего себе! Вы знаете, эта карта, конечно, соблазна. Это карта какого-то вот... Девочки, я вам скажу, что первоначально этот мужчина, возможно, считал, что он может вами поиграть. Вот действительно вышло у нас, что он гора, что он не очень так поддается. И, возможно, и с вами при встрече. Этот человек прекрасно осознал, что его к вам тянет, что вы ему интересны, что вы ему хороши, да. Но это была такая позиция очень легкая. Это как бы для себя он, да, хотел сделать. Очередная победа, возможно. Ну, такая эгоистичная позиция. Я бы даже так его сказала. Ну, хорошо, давайте посмотрим. Первый взгляд на вас. Ну, да, чертовски хороша, да. Она здесь прочитывается. Такая желанная, страстная женщина. Красивая очень. Вот понравились, очень понравились с первого взгляда. Но здесь я вам скажу, что ни о какой глубине с первого взгляда речи не шло. Это была реакция на ваши ножки, на вашу фигурку, на вашу пятую точку, на ваши формы, на ваши линии, да. То есть, это была реакция вот мужского интереса. Хорошо, давайте посмотрим еще. Ну, вы оказались, вы знаете, вот я первоначальное мнение. Это спинтаклей. Ну, а такая, ну, знаете, такая вот сильная карта. Это говорит о том, очень сильное впечатление вы произвели на этого человека. И оказались, вот, да, та, которую хочу, та, которую желаю. Вы очень ему понравились. С первого, даже если в этого человека знает какое-то определенное время, вот это некое его первое впечатление. Ту спинтаклей и пятнадцатый аркан. Хочу ею овладеть, да, завладеть этой женщиной. Хочу, чтобы была моя, потому что это золотой билет. Ну, конечно, здесь я вижу, знаете, что вот и у этого персонажа все руки как бы в шрамах и в крови, да, как исколоты. Идет момент, что, возможно, хотел вас ухватить, да, а вы оказались вот такой прекрасной, но сильно колючей розой. И где-то, возможно, его первоначально ранили, да, оказались вот такой занозой для него, непростой женщиной, колкой. Хорошо, первое впечатление. И вот после первой встречи этот человек вот как в ожидании следующего какого-то общения с вами, какую-то вот с вами встречу. Хорошо, сейчас как он вас воспринимает, какой он вас видит сейчас, как изменилось его вообще восприятие вас. Ой, так глубоко в сердце, прям в сердце рвется. Ну, девочки, смотрите, вы прямо ему в сердце попали, как заноза прямо вот в сердце. И, ну, вообще не видит вас какая-то вот печаль его в сердце, разрывается просто. Ну, здесь, конечно, есть момент, ему не все равно. Ему не все равно. Вы как-то оказались той, наверное, единственной. И здесь я вижу, что как бы не отрекался, как бы вот не отказывался, не запрещал себе думать о вас, все равно мысли о вас есть. Потому что они как-то вот в глубине сердца жизни вот этого мужчины. Ну, хорошо, как сейчас воспринимает вас? Ну, вот перемена прошлась по сердцу. Очень как-то он вас чувствует. О, императрица, ну, конечно. Девочки, нежные, любящие, красивые. Вот женщина, которая все время думает, женщина, которая императрица, которая уже на троне, которая не собирается тебе ничего доказывать, ни за кем она не будет бегать. Она уже достигла своей вершины. И ты должен доказывать этой женщине, что ты достоин. Да, и здесь я, конечно, вижу, что очень вероятно, что этот мужчина столкнулся с таким вот первый раз, чтобы ему вот так вот женщина задела, да, по нервам прошлась. Задела его за струны сердечные. И да, я вам скажу, что этот мужчина, возможно, даже и задумывается, посчитаете ли вы его парой для себя, ровнее для себя. Нужен ли вам такой? Потому что вот некая самоуверенность, она упорхнула, она ушла. И я вижу, что здесь мужчина как-то вот в неком осознании, да, что вот влюблён, что вот не всё равно, что как бы не укрывался вот этим зонтиком от чувства. Они внутри тебя, и ты с этим ничего не сделаешь. Здесь шторы не закроешь, и здесь, знаете, как-то от себя далеко не уйдёшь. И вот прямо семёрочка кубков, думая о ней всё время, всё время о ней думая, потому что вот, ну, это императрица, это женщина, с которой строят вот серьёзные отношения. И это о нас не сойдёт к тебе, да, это она будет решать, как будет дальше. Здесь никакие манипуляции не проканают и не пройдут. Я здесь даже вот вижу, что, возможно, этот мужчина как-то вот первоначально, как-то, возможно, неправильно начал действовать. Ну, а я вижу, что некая трансформация, перемена его действиях, она действительно есть. И вот теперь это будет чутко очень, да, как через сердце, с сердцем будет действовать. Хорошо. Давайте посмотрим дальше. Вот я хочу посмотреть, чем вы ему сейчас нравитесь, чем вы вообще его так сильно зацепили, чем вы его так зацепили. Вот сейчас будет ситуация до смешного, да, потому что всё не так, как он привык. Я здесь даже вам скажу, что всё не так, как привык, вы не такая, как он привык, привык к женщинам. И ситуация вообще нетипичная в его жизни, так ещё не было. Чем вы его задели? Чем вы его задели? Двоечка кубков. Знаете, как, не так, как всегда, необычно. Вот, необычная женщина. И зацепили тем, что необычная, что не пытается быть на кого-то похожей, что не пытается подражать чужой красоте, а несёт свою. И своё мнение, и свой вкус, и свой стиль. И сама такая вот характерная, темпераментная. И по двоечке кубков, хочу взаимности. Такая женщина идёт в отношении через любовь. И здесь, чтобы с ней в отношении войти, любить надо. И надеяться, что вот всё получится. Ну хорошо, как он воспринимает ваш характер? Давайте посмотрим, как воспринимает ваш характер этот мужчина. Ну вы боец, ни шагу назад. Да, и вместе с тем, очень романтичная, очень нежная женщина, вообще вышел старширком луна. Эта женщина непредсказуема, но она полна вот этой женской энергии, притягательности. хороша собой. Хороша, и как будто бы, и не особо, как, знаете, мужчина как смотрит на вас, и задаётся вопросом, осознаёте ли вы, как вы прекрасны, и как вы на него действуете. Очень, знаете, ему нравится и ваш стиль, и что касаемо характера, вот очень уверенная вообще в себе женщина, очень интересная, парящая буквально, прекрасно осознающая, что она нравится мужчинам, но выбирает для себя самое лучшее, как будто бы и не особо обольщается. И вот этот мужчина, она даже не осознаёт, как прекрасно, она даже не осознаёт, насколько она желанна, эта женщина, как она действует вообще на меня, действуете вы на него грандиозно, вот я вижу на этого мужчину. Ну хорошо, давайте посмотрим дальше, и следующий вопрос, говорит ли этот мужчина о вас? Говорит ли он о вас? Рассказывал ли он кому-либо о том, что он к вам чувствует, о вас возможно что-то рассказывал, давайте посмотрим. Так, говорит ли этот мужчина о вас? Знаете, вышел старший аркан отшельник и старший аркан сила. Старший аркан отшельник, он не особо разговорчивый. И даже есть здесь, даже такой вот момент, говорит ли он о вас, старший аркан отшельник, говорит о том, что он о вас очень много думает. Но рассказывает ли, он как думает о том, что вот старшему аркану силу с вами можно создать верную, крепкую, красивую пару. И что он готов за вами идти, без ошейников и без цепей, что вы ему безумно нравитесь, что вы такая сильная, такая гордая, красивая женщина. Но это его мысли, это он как бы говорит сам собой, это его некое признание самому себе. Говоришь ли ты от этой девушки, говоришь ли ты о ней? Двойка мечей, все-таки не вижу, не вижу, что говорит. Но это как некий внутренний разговор, и как сам себе человек признается, что нужна, очень сильно нужна. И хочу что-то изменить, взвешенно, правильно сделать, какие-то шаги. Это та женщина, которую искал, который шел, возможно, всю жизнь. А почему не говоришь о ней? Давайте спросим, почему ты о ней не говоришь? Потому что это мечта. Потому что, вы знаете, здесь я скажу так, потому что, возможно, сейчас пока что нечем хвастаться. Ситуация зыбкая. А вот он уже скажет, когда вот какая-то его мечта осуществится. А какая мечта должна осуществиться, чтобы ты вот рассказал о ней? Знаете, здесь как будто бы человек хочет сказать о вас особенному человеку для себя. То есть, это может быть мама, это может быть сестра, это может быть отец. То есть, он хочет особенному человеку о вас очень рассказать. Но пока что, знаете, вот как по аркану звезда, как жду, пока вот что-то свершится. А что должно свершиться? Что должно произойти? Вы знаете, старшим концу, как распределить судьба, как повернет судьба. Вы знаете, здесь этот человек, конечно, рассматривает ситуацию, что вы можете ему отказать. И рассматривает ту ситуацию, что ему будет особенно больно, если вот люди близкие, что-то будет еще спрашивать об этом. Если вы ему откажете, они что-то будут спрашивать. И потому он молчит. Возможно, потому что пока что нечем хвастаться. А вот когда осуществится мечта, вы ему скажете да, и все вот уже, как бы вы его пара, вы его девушка, женщина, вот тогда он будет о вас рассказывать уже как о своей женщине по судьбе. Ну да, ну хорошо. Вот прошел мне момент, что ты как хочешь особенному человеку рассказать об этой девушке, об этой женщине. А что ты хочешь сказать о ней? Что ты хочешь о ней сказать? Что по справедливости это мое. Это мой человек. Что это мое. Что это все очень серьезно. Хорошо. Давайте посмотрим дальше. И посмотрим мы действия мужчины по отношению к вам. Каковы его планы? Посмотрим. Какие его планы на вас? Каковы его планы на вас? Ух ты, девочки, старший аркан влюбленный. Планы мужчины очень хорошие. Вообще. Планы мужчины войти с вами в отношения. По старшему аркану влюбленный это выбор. Это момент, ну что вы выберете его, а он вас, да, образуете с ним пару. Пару для счастливых отношений. Ну, я вам скажу, подобие Пентакли, это действительно, какие у него планы. Планы вот вообще с вами на отношения, на богатые, красивые, страстные отношения с перспективой. Хорошо. На ближайшее время. Вот потому, что показала прямо вот мечту его. А давайте посмотрим на ближайшее время. На ближайшее время. Действия от этого мужчины на ближайшее время. Девочки, смотрите, здесь будет какое-то приглашение. Здесь, знаете, как это точно случится, потому что это такая необходимость, как вдохнуть воздуха на глубине. То есть, действительно, этот человек как выйдет из какой-то тишины, из какой-то неопределенной, и будет действовать. Это будет приглашение на вечернюю пару. То есть, очень возможно, это будет приглашение на свидание, где-то на вечер, вечером, куда-то сходить вместе. И здесь будет какой-то момент выбора. Выбирай, пойдем сюда, если ты там хочешь, или туда, или, возможно, ты что-то предложишь, какое-то место, куда-то ты хочешь, давно хотела пойти. Вот любой твой каприз. И здесь вот мужчина рассчитывает на романтичную какую-то встречу, да, желание романтичной встречи. Хорошо, ближайшие действия от этого мужчины. Но, вы знаете, не постоит за ценой. И очень будет, вот прямо, как произвести на вас впечатление. Он будет очень стараться, возможно, очень нервничать. Это важная будет встреча, потому что она должна, вот знаете, как-то вот, это момент удержания короны. Это момент выстоять и удержать свой интерес по отношению к вам. Разоружить других конкурентов, мужчин, да, вот как-то для себя расчистить территорию, скажем так, и вот удержать корону. Но, вы знаете, улучшить мнение ваше о себе. То есть, здесь мужчина будет очень стараться, очень много будет внимания обращено на вас, как-то переживать будет сильно, потому что, ну вот, много будет вложено в эту встречу. Ой, девочки. Здесь как-то вообще в планах сказать о том, что вот поиск закончен. Я вообще вижу, что эта встреча так пройдет, как бы человек придет к тому сознанию, что поиск закончен. любимая женщина найдена. То есть, эта встреча, она пройдет вообще шикарно. Она пройдет, ну, великолепно. И та зыбкая, какая-то нестабильная ситуация между вами, она изменится. Да, я вижу, что здесь как-то вот еще поворотный момент. И здесь, вот здесь что-то может измениться в силу того, как на эту ситуацию смотрите вы. но я вижу, что перспектива этой встречи вот на ближайшее время это как некий вывод мужчины, что поиск закончен. Да, поиск закончен, свершилось. И вот, да, любимая женщина, та, которую люблю, найдена. Ой, шикарно, девочки, шикарно. Давайте посмотрим дальше. Что ждать вот в отношениях с этим мужчиной? Да, давайте спросим так. Что ждать в отношениях с этим мужчиной? Итак, что ждать? Ну, вот отношения прямо идут. Радостные, счастливые отношения. Сначала будет какой-то разговор. И здесь такой вот момент, когда человек идет против всяких. Ему все равно кто что говорит, кто что думает. Вообще чужие мнения его не волнует. и здесь конечно я вижу, что вот знаете какое-то наблюдение завершено. Начинаются вот очень активные действия по отношению к вам. И вот прямо вышли отношения. Отношения реальны, отношения возможны. И они даже очень где-то вас приятно удивят. Потому что мужчина будет вас радовать действительно в отношениях. Здесь вот я хочу посмотреть вот этот момент. Как бы мне все равно что говорят. Чего это касается вообще? Чего это касается? вот я строю любовь, и не все равно. Девочки, смотрите, здесь будем спрашивать напрямую. если у вас есть дети, да, как отреагирует? Это не вопрос. Это вот это принято будет этим человеком. Эти мужчины это будет принято. Я вижу, знаете, как вы все равно что говорят. Возможно у кого-то дети, у девушки, у женщины могут быть дети. Вопрос этот возраст тоже точно такая же ситуация. То есть его это не волнует. Чужое мнение его вообще не волнует. Это говорит о неком созревшем состоянии самого мужчины. То есть здесь очень хорошо. И мужчина будет строить с вами по доме кубков фундаментальные очень классные отношения. Вы долгожданный человек для него. Вы долгожданная женщина для этого мужчины. Хорошо. Давайте посмотрим еще. Что ждет в этих отношениях? Что ждет в этих отношениях? Более того, что-то будет отметено. Что-то из прошлого будет отметено. что это из прошлого будет отмечено? Тройка кубка. Какая-то легкая холостяцкая жизнь будет отметена. И какие-то предыдущие истории любовные они тоже будут отметены этим мужчиной. Потому вы знаете прямо вот как раскрыла полностью ситуация раскрылась какая будет отметена тройка кубков. есть какие-то легкомысленные отношения из прошлого будут отмечены. Хорошо. давайте посмотрим что же вот как вы себя в этих отношениях будете чувствовать. Как вы себя как вы прочувствуете эти отношения для себя. Как прочувствуете. Свежий ветер такая свобода свобода по восьмерочке жазов очень быстро очень активно красиво все красиво да ну туз пентакли девочки здесь возможно настоящее счастье да здесь возможно потому что по туз туз пентакли очень сильная карта в общем и она показывает некую гармоничную ситуацию некую мощную сильную крепкую ситуацию вот в этих отношениях да они счастливые будут они очень перспективными будут эти отношения хорошо давайте спросим дальше совет для вас совет для вас совет для вас мой боже что мой король пентакли девочки вышел ну что ж выбор все равно будет дан вот как ни кручи даже вот и честно даже думала упущу этот вопрос насчет вашего выбора насчет каких-то других мужчин но все равно вышел король пентакли то есть некий выбор вам будет дан вам вообще знаете вот карты показывает что вам будет дана какое-то вот настоящая счастливая любовь чувство счастливой любви и будет она с тем мужчиной которого выберите вы а выбор у вас есть сейчас и будет всегда вот этот выбор и здесь конечно у нас вышел король пентакли то есть кто-то кто-то еще где-то что-то еще не решено совсем итак король пентакли что за король пентакли откуда зачем вообще король пентакли деловая сфера маг мужчина очень активный хочет проявляться уже есть в вашем пространстве почему его показала почему возникнет со своими проявлениями не вовремя девочки да возникнет со своими проявлениями не вовремя будет подбирать меру желание запустить колесо фортуны очень я вижу что вы как-то воспримите эту ситуацию то пусто то густо или как-то вот не вовремя вот этот пентакли нарисуется со своими чувствами или возможно эта ситуация какая-то вот знаете все-таки по 15 аркану то есть это может быть мужчина с которым у вас как бы уже где-то что-то завершилось что-то треснуло что-то где-то да и вы считаете что это конец а мужчина считает что у вас была пауза и вот он может появиться тоже в желании как-то вас вернуть здесь очень не проходит вот именно мужчина из прошлого может нарисоваться или же ну давайте посмотрим это мужчина из прошлого ну да да вот придется своей надеждой знаете со своей надеждой придет как-то вот знаете в желании что-то вернуть что-то что-то как-то изменить почему вам нужно знать об этом как-то не вовремя появится знаете это может быть такая ситуация что вы где-то в ресторане в кафе с любимым мужчиной в романтичной обстановке знаете как-то там воркуете и вот этот мужчина где-то нарисовывается оказывается он за соседним столиком сидел хряпнул там лишнего уже да и пошел возвращать свою свою любовь здесь у вас может быть как знаете такая несвоевременная ситуация да и как бы у вас есть что сказать этому человеку я вижу он будет подбирать меру на это какой-то всплеск ревности всплеск какой-то прямой ярости то есть очень может проходить что вот на 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 горизонте как-то вот образуется еще какой-то мужчина который где-то что-то еще не успел сказать ну хорошо давайте посмотрим выскать у нас две карты посмотрим что это вообще-то вы стоите вы уже в периоде жизненного своего пути когда грядут прекрасные перемены вообще грандиозные наполненная личная жизнь просто будет бить ключом и здесь я конечно вижу что выбор конечно за вами да как вы здесь рассудите но один мужчина останется в состоянии повешенного то есть он вас так и не отпустит а с другим человеком у вас будет десятка пентаклей у вас будут счастливые отношения выбор конечно за вами исключительно за вами исключительно только вам решать да какую сторону и кого отправить но тем не менее вот карты показали что вам суждено прожить какую-то вот особенную счастливую любовь которая встречается чрезвычайно редко в жизни человека и вам еще впереди еще суждено еще это ваше будущее прожить великолепные яркие страстные надежные крепкие чувства и я вам этого искренне желаю прекрасная картина прекрасная карта на завершение нашего расклада я желаю чтобы лучше из этого расклада исполнилось осуществилось в вашей жизни и еще лучше на этом все ставьте лайки подписывайтесь на канал если вам понравилось буду очень очень рада всем спасибо за просмотр счастья радости любви смелого и благородного человека в вашу жизнь всего вам самого лучшего и до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok